Доброта спасет мир. Людмила Игонина пришла в редакцию БТВ, чтобы высказать благодарность неравнодушным пренестровцам, откликнувшимся на призыв сдать кровь. Серьезно заболел племянник бендерчанки. Необходимое количество крови первой группы с отрицательным резусом собрано довольно быстро. Благодаря вашему отклику парень идет на поправку. Хочу выразить благодарность от всей нашей семьи. Бригаде скорой помощи, горбольница, всем врачам, всем медсестрам, санитаркам приемного отделения, отделения реанимации, хирургического отделения. На данный момент он сейчас там лежит под присмотром врачей. Хочу также поблагодарить миротворческие силы, воинскую часть рота почетного караула села Парканы, также сотрудников троллейбусного парка, девочек-доноров, которые пришли и сдали кровь. Оксану, Елену, Анастасию. Впрочем, потребность в донорской крови есть всегда. Внести свой вклад в спасение чьей-то жизни может каждый, кому позволяет возраст и здоровье. За день до сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца, масло, шоколад, свеклу, бананы, алкоголь. Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай. Минздрав напоминает, что в прошлом году вступили в силу изменения в закон о донорстве. Согласно им, активные доноры, сдающие кровь не менее пяти раз в год для мужчин и не менее трех раз в год для женщин, материально поощряются в размере 116 рублей за каждую сдачу крови. Что касается почетных доноров Приднестровской Молдавской Республики, почетных доноров СССР или почетных доноров МССР, то они получают ежегодную компенсацию в размере 1450 рублей.